Я вас приветствую, дорогие пчеловоды! Наконец-то мы находимся в 2021 году, живы-здоровы. У нас первые дни весны. Как я и обещал в других видео, в этом году мы постараемся сделать дублирующие, скажем так, видео и на русском языке. Поэтому в дальнейшем, когда вы будете заходить на наш YouTube-канал, те видео, которые будут на русском, там будет и название, соответственно, на русском, и вам будет легче ориентироваться, какие видео вам легче смотреть и какие смотреть просто ради картинки. В этом году мы хотим сделать больше примеров или больше съемок, показать и то, что мы делаем на нашей пасеке на практике. Есть некоторые вещи, которые мы раньше делали, сейчас мы их делаем, может быть, по-другому, либо их перестали делать. Об этом все мы будем рассказывать в течение сезона. Есть несколько слов о том, как прошла зимовка, то в этом году есть определенные потери. Я думаю, что мы еще будем смотреть, будем еще анализировать, почему эти потери есть. Я думаю, что здесь основную роль сыграл все-таки человеческий фактор. То есть это не своевременная обработка. Сегодня у нас 1 апреля. Сегодня первый день, когда мы, в принципе, начинаем что-то делать с нашими семьями. До сих пор единственное, что мы сделали, это 23 февраля мы прошли, поставили протеиновые канди. И, в принципе, на этом вся работа наша закончилась, потому что после этого до сих пор было холодно. Матки возобновили свою работу буквально вот начиная с прошлой пятницы. Поэтому мы прогнозируем, что наши семьи начнут свой рост не раньше, чем 20 апреля. Очень надеемся, что дальше погода будет нам помогать и акация не засветет раньше, чем 20 мая, чтобы мы успели подготовить основные семьи. Сейчас что мы делаем, это просто проверяем наличие кормов. Где нужно, мы добавляем, пока в массе мы сироп еще не будем ставить, потому что наши семьи были хорошо закормлены осенью. Где уже протеин закончился, мы обязательно добавляем, хотя у нас уже на сегодняшний день довольно-таки много пыльцы с природы идет от первых весенних цветочков. Вы, как видите, у нас пока все сухо, нету никакого кустика, ничего не растело, кроме того, что находится непосредственно на земле. Семьи, где нужно, мы, может быть, одну рамку, две-три еще вытащим, остальные остаются так. Уравнивая семей, уравнивание семей мы пока не делаем. Это мы будем делать после 20 апреля, когда уже будет хорошая пчела весенняя, когда будет много печатного расплода. Вот тогда мы начинаем помогать слабышам. В этом году, как бы, в эту категорию семей к нам относятся отводки наши. По определенным причинам они все-таки вышли намного слабее, чем в другие года. Я думаю, что на примере двух семей мы очень быстро покажем то, что мы делаем сегодня. Из-за того, что когда мы работали, прогноз погоды нам все-таки предсказывал, что будет, скажем так, довольно-таки холодно после, и мы не сможем зайти работать в наших семях. Мы поставили некоторым семям, поставили по две лепешки. Ну вот, это будет, наверное, сразу рамка, которую мы оставим за диафрагмой. То есть, пока нужды в ней нету, чтобы ее зря согревали. И, как обычно, мы работаем сейчас, особенно весной, двумя рамками сразу, чтобы не застудить расплод. Ну вот, это только печатный. И дальше идет, у нас это все мед, идет двух-трехдневный расплод. То есть, пока в массе расплода нету, здесь уже чуть больше печатного. Семьи в этом году слабее тех семей, что у нас были в другие года. Но я думаю, что за счет того, что сейчас тортанет очень хорошо, я думаю, что они наберут. У нас какая еще была проблема, то, что у нас уже, скажем, до сих пор, два раза семьи начинали свой старт. И два раза тот расплод, который был не запечатан, они его съедали. Здесь вот уже, это все части, это у нас уже перьга. Такие вот рамки обычно мы чистим и даем возможность пчеле забить эту рамку полностью с пыльцой. Почему мы это сейчас делаем? Потому что у нас опять, на следующей неделе, возможно, что будет холодно. И чтобы семьи успели подготовиться к этим дням. Для таких дней мы, конечно, постоянно уже будем держать наши семьи с протеином. Канди будем ставить. И, в принципе, эффект, как мы и говорили, от этого протеина, он будет виден уже начиная вот с этих дней и дальше. Потому что будет уменьшен расход самой пыльцы. То есть это будет, в принципе, как запас работы. Сейчас, две секунды поставим другие. Протеин, станди мы всегда ставим, чтобы он был без дытки, потому что не знаем, как у нас будет с погодой. Поэтому эти старые остатки мы не счищаем. Сама пчела потом с этим всем разберется. И плюс это будет как еще один эффект изоляции, чтобы... И быстренько еще одну семью сделаем. Сделаем еще одну семью. Виктор показывает, что мы уже переходим за время. Стараемся делать короткие видео, потому что те многочасовые, в принципе, никому и не интересно. Да и сейчас в сезоне и нет времени работать. Опять, здесь сразу видно по расположению гнезда. То есть мы работаем сразу с крайних рамок, потому что они пустые. И эти рамки от меда мы не счищаем, потому что не видим в этой никакой особенности там закристаллизованный подсолнечный мед. Только в том случае, если крайние рамки запечатанными сиропом, то тогда мы это будем вскрывать, чтобы все было перенесено в гнездо. Опять же, здесь у нас двухтриотневный расплод и перьга. Многие, может быть, спросят, если есть только перьги, зачем мы еще ставим канди. Ответ очень простой. Два дня, три нелетной погоды и ничего от этой перьги не остается. Вот так видим, что эти уже гнездовые рамки, извиняюсь за произношение, они и меньше меда имеют. Опять же, здесь, не знаю, насколько видно, витра поставь поближе. Все в очень красивой пыльце. Вот и наша маточка. И это уже запас меда. Эти семьи на расширение, скорее всего, что пойдут через две недели. Тогда будем опять проверять на наличие кормов или на степень их, скажем так, съедания. И тогда будем еще добавлять и уже, наверное, кормушки будем ставить. В нескольких словах очень быстро мы вот это хотели показать. Дальше, я думаю, что у нас будет еще видео на русском. Всем, кому интересно то, что мы делаем, очень просим, чтобы вы писали свои отзывы. Особенно нам нравятся те отзывы, где мы находим и определенные советы, то, что нам можно сделать лучше или что не делать вообще. На сегодняшний день у нас пока все. Всем желаем счастья и успеха.